Приветствую вас! Вы знаете, то, что вы не можете решить, нужна ли вам ваша бывшая девушка, говорит о том, что в некоторой степени вы действительно в ней нуждаетесь. Вот, вы действительно в некоторой степени хотите быть с ней, но при этом, при том, что вы хотите быть с ней, вы понимаете, что, ну скорее всего, скорее всего, вы понимаете, что с ней вы быть не сможете. То есть у вас есть вот это вот понимание, понимание того, что вы не сможете с ней быть вместе в отношениях. И потому, потому, я предлагаю вам в первую очередь определить то, для чего она вам нужна. Ну, то есть вообще, зачем вам нужна она, эта девушка, если вы говорите, что не можете решить. То есть, понимаете, здесь не идет речь о так называемой чистой любви, потому что здесь речь о потребности. То есть, у вас есть потребность в том, чтобы девушка, значит, была с вами. И если вы хотите для себя решить, нужна ли она вам с точки зрения, скажем, независимых, да, равноправных партнерских отношений, то вам необходимо определить свои потребности. То есть, что за потребности лежат в основе ваших сомнений. То есть, вот, например, вы думаете, я с ней расстался, да, расстался со своей девушкой, ибо там были, ну, какие-то объективные причины, да, какие-то адекватные были там сложные проблемы и так далее. Расстались? Расстались. Хорошо. Проблемы, очевидно, не решились. То есть, ну, как бы девушка, например, не увидела, что она была не права, например, в тех моментах, которые повлияли на вас, на ваше решение расстаться. Вот. Вы, соответственно, тоже меняться, ну, как я понял, не собираетесь. То есть, не считаете себя, вы, не правы. Вот. Иначе бы ваш вопрос был немножко иным. Значит, получается так, что та проблема, из-за которой вы расстались, она как была, да, она, в общем, так и как бы остается. И даже если вы с девушкой сойдетесь опять вновь, то вряд ли вы будете с ней, ну, счастливы, потому что, как показывает практика, когда люди сходятся, но при этом не вырабатывают какого-то единого, ну, единого решения по своей проблеме, то рано или поздно разрыв, он все равно происходит. Так или иначе. Потому что проблема, она никуда не девается. Это, в общем и целом, нужно понимать. Тем лучше вы для себя этот момент поймете, тем лучше будет вам. Легче, проще будет вам. Именно вот, ну, именно, именно вот в данном аспекте, да, в данных обстоятельствах. Далее. Ага, с другой стороны, с другой стороны, стоят ваши эмоции, ваши желания. Ваши потребности. Ваши, может быть, даже мысли, которые возникли из-за того, что со своей девушкой вы больше не вместе. То есть это как какая-то, такая, знаете, какой-то эмоциональный след, так называемый. Так называемый эмоциональный след. Эмоциональный след, он, на первый взгляд, ну, не такой важный, да, на первый взгляд. Но, в действительности, он имеет огромное значение, потому что позволяет определить, что именно для человека, ну, например, для вас является важным. То есть, что конкретно вас за дело. Ибо, по большому счёту, для мужчин, вот именно, ну, как бы сказать, именно подобные ситуации для мужчин, они означают, как бы это сказать, возможность для человека как-то восстановиться, да, то есть, вот если разрыв с девочкой вы, как мужчина, можете воспринимать, ну, в качестве поражения. То есть, вот, я расстался, я раздался с девочкой, я проиграл, или там у меня что-то не получилось, и так далее. То есть, вот это все мысли. И эти мысли заставляют вас, значит, ну, двигаться в сторону этой самой девочки, лишь бы почувствовать, что вы заместили, что вы купировали в прогрессе. В действительности это иллюзия, в действительности это не так, в действительности это, ну, неправильно, и решаете вы проблему не с девочкой, а, как правило, с самим собой, если бы до конца честным, то со своими родителями. Ну, или свои собственные проблемы вы пытаетесь решить за счет девушки, вот, то есть, как это происходит, вы восприняли, значит, ситуацию, которая произошла в качестве поражения, да, ну, то есть, вот, по какой-то причине вы посчитали, что это для вас поражение, и это для вас проблем, ну, потому что смолюбие уязвленное, и так далее. А девочка теперь призвана помочь вам эту проблему решить. И для отношений с ней, для отношений с любым человек, ключевой момент здесь играет то, что человек перестает восприниматься, как что-то самостоятельное. Понимаете? Человек перестает восприниматься, как что-то самодостаточное. А начинает восприниматься, как средство. как средство для, ну, ну, например, для достижения своей цели, например. Именно, допустим, вами. ον, и естественно, в отношения это не прибавляет, ээээ, эээ, искренности, не прибавляет, эээ, не прибавляет, эээ, ценности, не прибавляет, эээ, и, эээ, близости, и так далее. Поэтому, понимаете, может быть, может быть, девушка вам и нужна, то есть мы с этим вот спорить не будем, может быть и нужна вам девушка, но для начала, для начала вам необходимо понять, почему вы сомневаетесь, что она, грубо говоря, нужна вам. И вот если вы ответите себе на эти вопросы, сможете ответить себе на эти вопросы, то в известной степени вы будете свободнее в своем поведении. И сможете таким образом более независимо воспринимать девушку. И это поможет вам принять самое правильное решение, которое не нанесет вам, грубо говоря, никакого вреда. То есть тут, конечно, важны и причины расставания, и то, как вы сами воспринимаете расставание. И как девушка воспринимает, восприняла расставание с вами, то есть, ну, что это для нее значит. И какие у вас мысли появились после, ну, после расставания с ней и так далее. То есть все вот это вот нужно обязательно определить. Потом нужно определить, для чего именно вам эта девушка нужна, то есть, что заставляет вас о ней думать, вспоминать, так сказать, что дает ей жизнь в вашем сознании. С чем она связана у вас? Чтобы определить это, можно проанализировать, например, ваши ассоциативные ряды, то есть, грубо говоря, какие действия, какие поступки, какие операции в вашей жизни. То есть, ну, может быть, какие-то слова, какие-то места, какие-то действия, музыка, фильмы, люди, вызывают у вас воспоминания о ней. Это называется ассоциативными рядами и вот на основании их, на основании этих самых ассоциативных рядов можно будет увидеть, что именно вам нужно. То есть, какая у вас потребность именно. Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, именно так можно ответить на ваш вопрос. Ну, то есть, запросы вы как такового не задавали, вот, скорее на ваш, на ваш такой запрос помогите мне принять решение. Я вам даже больше скажу, что я предлагаю взглянуть на то, почему вы сами решение свое принять не можете. Что мешает вам это сделать. Что мешает вам принять решение самому. Это тоже очень такой важный, на мой взгляд, момент. Потому что он может вскрыть более такие серьезные проблемы в ваших, ну, в вашей структурной организации личности, которые определяют более глобальные трудности в вашей жизни. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Удачи! После конца рnaj。 Продолжение следует...